Добрый день. Мы с вами не виделись две недели, наверное, с даты, когда мне пришлось привести полдня в Московском городском суде по вопросу об изменении меры пресечения участницам группы «Пуссирайц». Но, увы, ничего пока не получилось. Будем надеять, что 24 мера пресечения будет изменена, хотя бы на подписку о невыезде или домашний арест. Пока, к сожалению, наши суды и соблюдение закона, я уж не говорю про гуманность, это вещи достаточно далекие друг от друга. Мне к тому же пришлось побывать несколько дней в Лондоне, где известный девелопер П затеял против меня вместе с своим адвокатом Д. Довольно забавный процесс. Они пытаются с помощью английского суда запретить мне высказываться по поводу девелопера. Представьте себе, это как если бы Лужков, когда был мэром, использовал бы английский суд, и английский суд запретил бы мне публично высказываться о фактах коррупции в нашем городе. Согласитесь, сама вся обстановка вопроса очень затейливая. В стране, где, в общем-то, с Freedom of Press есть некоторые недостатки, мне все разрешают говорить, а в Англии, где как раз все это всегда было разрешено, мне бы запретили. А второе, это деформационный иск. И, как высказался адвокат девелопера П, они хотят попробовать поиметь за меня 10 миллионов фунтов, по-моему. Ну, посмотрим, чем у них это закончится. А вообще вся история здесь с уголовным делом, скорее всего, в ближайшее время закончится предъявлением обвинений, либо по 116, либо по 217 и судебным процессом. Мы, собственно, к нему готовы и с нетерпением ждем, когда мы еще раз встретимся с российской Фемидой в одном из районных московских судов. Убещаю вам, что, наверное, процесс будет достаточно громким в силу очень необычных обстоятельств. Итак, что же произошло за эти две недели? Ну, первое, вот эти все четыре пресловутых закона. Закон о том, чтобы признать благотворительные организации иностранными агентами. Закон о том, чтобы в какой-то прокурсовую ложу загнать волонтеров. Закон о повышении существенных штрафов за участие в уличных протестах. И, наконец, последнее возвращение статьи о клевете и увеличение штрафа в случае, если вы осуждены до 5 миллионов рублей. Мне кажется, что все это похоже на некоторые параноидальные такие шатания, которые ни к чему толковому не приведут. Ну, во-первых, здесь еще много передергиваний. Совершенно понятно, что сегодняшние законы европейские не только никак не ограничивают уличные митинги и не предусматривают никаких штрафов. А вообще всячески этому делу потворствуют. Если, конечно, люди не приходят вооруженные и не занимаются на улицах экстремизмом. Теперь, что касается закона об иностранных агентах, где ссылаются на опыт американский. Ну, во-первых, этот закон был принят в период Второй мировой войны. Во-вторых, я неоднократно переводил в американские благотворительные организации свои собственные деньги. Так, например, позапрошлым году полмиллиона долларов в благотворительный фонд журналу Vogue, который занимается поддержкой молодых дизайнеров. Очень, кстати, толково занимается. Или Рент Корпорейшн, который, кстати говоря, традиционно считал, что была учреждена разведсообществом. Поверьте мне, все эти мои переводы денег, они очень существенные. Или в американские университеты, или какие-то конкретные, связанные с научными или политическими исследованиями организации конференций, например. Я это делаю неоднократно, не только у нас в стране, но и за границей. Но никакой Рент Корпорейшн, никакой журнал Vogue никогда неким иностранным агентом признан быть не может. Это была мера, которую американцы придумали, чтобы бороться, допустим, чтобы немецкие спецслужбы что-то не финансировали в Соединенных Штатах или Японские. Так что все эти попытки ссылаться на международную организацию выглядят смешными. Так что вы особо в это не верите. А что касается вновь возвращения статьи по ППС к клевете, то, конечно, пользоваться этим будут только российские чиновники. Я, например, ни разу, несмотря на то, что неоднократно за последние 15 лет был жертвой дефамации, то есть клеветы, не добился никогда и ничего. Зато, например, мой товарищ Ирек Мортазин был 75 чиновниками Шамию за критику, которую он высказывал публично в печати и в интернете. Ну, просто был осужден. Так что им-то никогда и ничего не нужно было. Они и так могли разобраться с водой прессы или с нашим публично высказыванным мнением. Так что очень жаль, но ничего хорошего от всех этих четырех законов не будет. Но, слава богу, я согласен с Юлией Латыниной в сегодняшней новой газете, что это все напоминает все-таки исторический фарс. Сравнивать это с репрессиями периода Сталина, по крайней мере, смешно. Общественное телевидение. Да, ну, как и следовало ожидать, все это обернулось просто пшиком. И люди, которые входят в наблюдательный совет, и модель финансирования, и наличие в общественном телевидении людей с ОРТ, Проханов, Лысенко, Донцова. Ну, все это не напоминает мне даже близко ни на йоту никакого реально независимого общественного телевидения. Для начала, конечно, надо было бы его финансировать из кармана граждан. А во-вторых, ну, оставили бы это дело нам, чтобы мы сами граждане и сформировали бы наблюдательный совет. Нет, конечно, он формируется Кремлем. Лысенко в свое время был человеком, безусловно, просвещенным, прогрессивным. О нем хорошо отзываются все звезды того периода, например, Саша Любимов. Но, тем не менее, мне кажется, что даже если бы ему разрешили, а ему не разрешат, из этого дела никакого BBC пока не получится. Одна надежда. Может быть, нам удастся, ну, скажем, вокруг платформы «Новые газеты» сделать реальный интернет телевидения. Кроме того, я понимаю, первое, эффективную и недорогую доставку сигнала от компьютера и iPad'а и iPhone'а до обычного телевизора, который может смотреть бабушка дома. И такая техническая возможность. Тьфу-тьфу-тьфу. Я недостаточный для этого специалист. А второе, что касается контента. Почему это вдруг, если в интернете можно найти все, что угодно, почему это мы все будем заходить именно туда? А это уже зависит от модели типа Huffington Post, такой известный блогерский ресурс с 40 миллионами пользователей в Соединенных Штатах, который недавно создал совместные предприятия во Франции с Le Monde, с El País в Испании и с La Repubblica в Италии, который, возможно, создаст совместные предприятия в Российской Федерации. Я только буду приветствовать, если Huffington Post на это пойдет. Пока просто не хочу рассказывать больше. Вот если бы по этой модели мы бы собрали всех ведущих блогеров в один телевизионный ресурс, подчеркиваю всех, от Собчака Быкова до Парфенова и, ну, я буду там, наверное, на самом последнем месте, но готов присоединиться. До журналистов «Новые газеты» и многочисленных журналистов, которые сегодня остались без работы, вдающихся людей, фамилии которых мы с вами все знаем. Вот тогда, может быть, нам было бы интересно смотреть, вне зависимости, скажем, от отсутствия заранее опубликованной программы. Там всегда будет что-то интересное. Так что будем надеяться на себя, а не на то, что Кремль нам сделает реальное общественное телевидение. Борьба с коррупцией. Мы давно ничего не делали. Но вот интересно, что недавно Росфинониторинг рассказал об очень эффективном расследовании по Петровбанку. Я его в одной из лекций упоминал, где похищено было около 15 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов – это деньги Центрального банка. Судя по тому, что рассказывают нам наши правоохранительные органы, это расследование носит международный характер и развивается достаточно эффективно и интересно. То, что я, правда, читал про Пугачеву и про Межпромбанк, там пока никаким успехом не пахнет. И все эти 85 миллиардов рублей как будто бы растворились. Ну, на мой взгляд, все-таки никуда нам не деться. Придется делать либо антикоррупционное бюро, пусть оно и будет в Следственном комитете или в прокуратуре, или все-таки Институт независимого спецпрокурора. Пока, правда, добра на это нет. Ну, тогда не будет и реальных результатов. Мы, с моей стороны, из числа тех людей, кто занимается расследованием в журналистском сообществе, с удовольствием нашим правоохранительным органам помогли бы. Я по-прежнему считаю, что вряд ли наши политики заинтересованы в нерасследовании этих дел. Я не вижу просто, какая здесь связь между их интересами и хищениями на многие десятки миллиардов долларов в ряде крупных банков, начиная с Банка Москвы и кончая Межпромбанком. Мне задают довольно много вопросов, что происходит вокруг моего банка. А ничего, 8 месяцев вытерзали 130 инспекторов, потом еще 4 месяца верхушек Центрального банка. Сейчас они сделали вид, следят в газете, что они нас каким-то образом наказали. Я пока никаких наказаний не вижу, ни в чем нас не ограничили. Резервы, которые нам придется поднять, мы распустим одновременно по старым кредитам. В общем, ничего у них не получилось. Духу они не набрались для более репрессивных и незаконных методов. Но, в общем, на каких-то слабонервных клиентов немножко повлияли. У нас все в порядке, мы работаем. Если, например, задаться простым вопросом, как можно было приходить с проверкой такого рода, а это вовсе не проверка, в банк, который должен клиентам 3 миллиарда, внутри побольше, 8 или 10 миллиардов рублей, имеет активы 38 миллиардов рублей, то вычтите первого и второго, и вы увидите, что собственные средства банка в три раза превышают. Да, они не всегда ликвидны, в том смысле, что они выданы в кредиты, или куплены какие-то участия, или ценные бумаги. Но, тем не менее, если бы, допустим, банк расформировать, то мы, рассчитавшись с клиентами, останемся с суммой в три раза больше, чем мы должны клиенту. Вот, собственно, такой банк, центральный банк Итриас. Ну, если вы поверите в то, что связано это было с какими-то у нас недостатками, ну, значит, вы не очень хорошо разбираетесь в том, о чем мы говорим. Кто это делал? Ну, это не дело ни центральная банка, другая организация. Они, как считает руководство страны, у нее как-то испорченные со мной отношения. Хотя, кто это такой, чтобы испортить отношения с большим институтом, где большое количество офицеров, которые выполняют свой долг? Ну, есть очень незначительное количество офицеров, которые являются оборотнями в погонах. Ну, поживем и увидим, чем это все закончится. Я только одно могу сказать, что мои смешливые твиты, что я не финансирую оппозицию, и никогда ее не финансировал, а связанное с тем, что, во-первых, денег нет, во-вторых, оппозиции никакой нет. Они, эти твиты, направлены на как раз попытку опровергнуть утверждение, с которым выходит эта силовая организация на политический верх, что Лебедев и есть главный тайный оппозиционер, который к тому же деньгами. Первый, да нет у меня никаких денег, они давным-давно инвестированы либо в авиакомпании, которые летают российской авиационной техникой, сами понимаете, это не очень-то легко, либо в сельское хозяйство, либо в ипотеку, либо в строительство. И в этом смысле, даже если бы я и хотел, ну, допустим, у меня были бы деньги, а где оппозиция? Здесь очень интересный есть момент, на самом деле, связан с тем, что недавно, буквально две недели назад, у Кудрина было некое заседание экспертное в его комитете по стратегическим инициативам, имеется в виду не то официально, на котором я сам присутствовал, где выступали Дмитриев, Ермолин, сам Алексей Леонидович Кудрин. Кстати, у меня очень хорошее впечатление провело заседание. Это было другое заседание, на него пожаловали в гости Кудрину, так об этом писал коммерсант, руководитель Парнаса, руководитель республиканской партии Рыжков, Немцов, Гудков, Прохоров. Там не было Навального, из людей, кого стоит упомянуть, там не было Собчак, но Ксения Анатольев недавно написал, что ее несет такой ветер судьбы. Интересно, кстати, как он будет дальше дуть, и куда этот ветер. А там не было Удальцова, не было Чириковой. Все остальные, кого превратно считают лидерами оппозиции, наши кремлевские небожители там были, и мне показалось, что они вовсе собирались не просто в гостях у Алексея Кудрина, они разговаривали о координации усилий и фактически о консолидации оппозиции и превращении его в нормальный политический институт. А вот это уже совсем другой разговор. Вообще, если бы у нас сложилась оппозиционная конструкция, которая участвует в выборах и имеет абсолютно понятную постоянную платформу, чтобы разговаривать с властью и рассказывать ей власти о том, какая она на самом деле, скажем, по-честному, проанализировав, рассказать, кто такой Ткачев и что происходит в Краснодарском крае. Но это наверняка же на самом деле одной из причин трагедии было хищение денег, которые были выделены на модернизацию гидротехнических сооружений. Или просто разгильдяйство, связанное с тем, что не создали систему оповещения, какую-нибудь совсем простую, почему она должна быть обязательно через телевидение или через СМС. Она может быть просто звуковая сирена, как в Великую Отечественную войну. Но этого не сделали, потому что нет никакой оппозиции, поэтому Ткачев чувствует себя абсолютно непотребным отчитываться ни перед кем. И это касается всей вертикали власти. И в этом смысле создание нормального такого западноевропейского института оппозиции было бы очень здорово. И пожелаю властям, чтобы они побольше занимались запугиванием позиций, обысками и всякими прочими выкладыванием переписок, типа Навального и Алексашенко. Я вчера повесил пост, который потом попал в топы, где написал, что на самом деле пролетные деньги являются обычными доходами обычной акционерной организации, акционерного общества «Аэрофлот», которые должны либо выплачиваться в виде дивидендов, либо употребляться самим «Аэрофлотом». Но выносить это из «Аэрофлота» — это незаконно. И тот факт, что Алексашенко и Навальный хотели этим делом заняться, я бы его с удовольствием поддержал, тем более, что это поддержит и счетная палата. Она давно сделала вывод, что это нарушает федеральное законодательство. Хотите получить деньги, заплатите их в виде дивидендов бюджета, потом тратите куда угодно. Карочке Навального меня спрашивают. Ну, мы работаем. Но, поверьте мне, в провинции люди пугаются. Они все-таки там гораздо менее продвинутые, образованные, и им кажется, что если у них что-то в голове засело, что Навальный — это враг властей, и Карочка Навального, надо подальше бежать. Посмотрим, как в Москве и в Питере. Тем не менее, мы пока отказываться от этого проекта не собираемся, несмотря на то, что Виза заявила, что она кубрендинг не разрешит. Но это кубрендинг — это отдельная тема, на самом деле. И поэтому это вполне логично. Не понимаю, зачем Визе делать подобные политические заявления, и бежать впереди паровоза. Тут, собственно, и все лето. Отдыхаем, готовимся к предъявлению обвинений. Думаю, что весь процесс займет недолго. Там всего полтора тома, мы быстро ознакомимся. Так что следите за событиями. Полагаю, что деформационная кампания против меня, я сегодня о ней кое-что расскажу, очень смешная, на мой взгляд. О том, что я уничтожил российский авиапром или произвожу реактивный картофель. У нас, кстати, проверка Анищенко заканчивается. Мы в ближайшее время, наверное, документы эти опубликуем. Но, тем не менее, время, к сожалению, некоторые на это уходят. Ну, а что делать? Что делать? Собственно, такова жизнь. Можно провести ее, как обычный обыватель, всегда поддакиваясь, занимаясь только, собственно, условно говоря, небольшим огородом. А можно, как Навальный или как Собчак. Ну, в общем, даже уж точно рискуя своим обычным житейским комфортом хотя бы возвышать свою голову, чтобы сказать правду о каком-то явлении. Ну, может быть, нам никакой крамер замкандалит за райсен для того, чтобы говорить правду не особо нужен. Поэтому единственное, с чем я не очень согласен в переписке Навального и Алексашин, кстати говоря, факт его публикации, это факт абсолютного нарушения уголовного кодекса, тем не менее. Зачем нам тут какие-то американские эксперты? Мне не до конца понятно. Мы можем без них обойтись, чтобы потом нас тут попусу не попрекали о том, что мы есть самая настоящая продавшаяся мировой закулись и пятая колонна. Ну, смешно, ей-богу, на самом деле, надоело. Пойду писать какой-нибудь твит Майклу Макфолу. Вчерашнюю переписку между Навальным и Макфолом я нахожу довольно смешной. Встретимся на Комсомольской. Там еще надо проверочные маршруты посоветовать, как от нарушки уходить в районе этих станций метро. Это очень удобно в конце или в начале вагона. Спасибо, до встречи. Надеюсь, что очень скоро. Всего доброго.